Трудно Трудно начинался год. В стране бездействовали тысячи предприятий. Численность рабочего класса по сравнению с 1917 годом сократилась вдвое. За годы Гражданской войны было разрушено 1700 верст железнодорожных путей. Продукция сельского хозяйства составляла две трети до военного. Продукция сельского хозяйства составляет две трети до военного. Своебразный военный коммунизм состоял в том, что мы фактически брали от крестьян все излишки. А часть необходимого для крестьянства продовольствия брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих. Иначе победить помещиков и капиталистов в разоренной мелкокрестьянской стране мы не могли. Временные коммунизм Только продналог мог вовлечь многомиллионное крестьянство в строительство социализма. Так рождалась идея новой экономической политики. 3 февраля 1921 года Ленин впервые сформулировал тезисы о замене продразверстки продналогом. Газета «Правда» открыла дискуссию по этому вопросу. 8 марта начал свою работу 10-й съезд коммунистической партии. На съезде было представлено более 700 тысяч членов партии. Среди делегатов Андрея Ивзержинской. Киров, Калинин, Сталин, Порошилов, Орджинихинцы, Уйбышев, Фрунзе и другие. Работой съезда руководил Владимир Ильич Ленин, избранный петроградскими коммунистами. Ленин выступил с отчетом о политической деятельности Центрального комитета. Он проанализировал историческую обстановку и содержание деятельности партии, указав, что ее узловым пунктом является переход от войны к миру. Съезд одобрил внешнюю и внутреннюю политику ЦК. Вопросом вопросов съезда был переход к новой экономической политике. Товарищи, вопрос о замене разверстки налогом является прежде всего и больше всего вопросом политическим, ибо суть этого вопроса состоит в отношении рабочего класса к крестьянству. Этими словами Ленин начал свой доклад о замене разверстки прод налогом на съезде. 17 марта в Кремле, в Свердловском зале, делегаты съезда от имени партии подняли свои мандаты, положив начало перехода к новой экономической политике. А накануне, под ураганным огнем мятежников, началось наступление на Кронштадт. Кронштадтский мятеж точно пуля под самое сердце Петрограда. Нити его вели за пределы страны. Большевистская организация в Кронштадте была ослаблена. Гражданская война раскидала революционных моряков по фронтам. Во флот пришло пополнение из деревни, недовольное политикой военного коммунизма. Ярким выражением политических колебаний среди крестьян был кронштадтский мятеж. 300 делегатов съезда в эти дни стали бойцами. Партия послала их на помощь Кронштадту. Лучшие командиры Красной Армии разрабатывали операцию штурма. Руководство военными действиями было поручено Тухачевскому. По льду, разрываемому снарядами, шли закаленные в революционных боях красноармейцы. Я не имею последних новостей из Кронштадта, говорил Геймин. Но не сомневаюсь, что это восстание, быстро выявившее нам знакомую фигуру белогвардейских генералов, будет ликвидировано в ближайшие часы. В этом сомнений быть не может. Утру 18 марта мятеж был подавлен. В жерлах орудий, покалившихся предмолудов, были заложены 20-ти дюймовые снаряды. Снарядами мятежники готовились разрушить рабочий Петроград. Орудия разведили залпом в море. Это был салют в честь пролетарской революции на страх ее врагам. А 1 апреля правда писала. Сегодня в 11 часов утра прибывает в Москву из Петрограда батальон московских курсантов, принимавших участие в подавлении кронштадтского мятежа. Вся красная революционная Москва будет встречать и честовать героев. От имени советских вооруженных сил, взявших штурмом кронштадтскую крепость, выступил тухачевцем. Чудовищные последствия гражданской войны. Каждый день, каждый час, каждую минуту идет битва с разрухой. Встали, остановились, вышли из строя. Почти привычными стали эти слова. Распыляется рабочий класс, деплассируется. Едет за хлебом в изнемогающую от продразверстки деревню. Необходим крутой поворот от политики военного коммунизма к НЭПу. Только новая экономическая политика может отстоять то, что ценой великих жертв было завоевано 4 года тому назад. Трудно молодой республике, и поэтому так радостно каждое сообщение о том, что дышит, живет, борется страна Советов. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика празднует первую годовщину со дня рождения. Товарищ Арджиникидзе и товарищ Нариманов, председанарком Азербайджана, на празднике. В апреле 1920 года 11-я армия пришла на помощь бакинским рабочим, восставшим против мусавокистской власти. Из праздничного Баку уникальные кинокадры переносят нас в праздничный Тифлис. Трудящаяся за Кавказье приветствует 11-ю армию, прошедшую за три года славный боевой путь. В 1921 году по всему Закавказью с помощью 11-й армии была установлена советская власть. На трибуне делегация Азербайджана. 11-ю армию приветствует представителей Советской Армении. В ноябре 1920 года 11-я армия помогла рабочим и крестьянам окончательно ликвидировать диктатуру Дашнаков. Выступает делегат Советской Грузии. 25 февраля 1921 года, немногим больше месяца тому назад, отряды революционных повстанцев и части 11-й армии заняли Тифлис. Грузинское меньшевистское правительство бежало. Из письма Ленина Орджоникидзе «Передайте грузинским коммунистам и специально всем членам грузинского ревкома мой горячий привет Советской Грузии Ленин». 21 апреля Ленин заканчивает брошюру о продовольственном налоге. Весной по всей стране прошли партийные конференции, активы, собрания, на которых обсуждали совершение съезда. В широкой кампании по разъяснению НЭПа участвовали видные деятели партии Калинин, Зержинской, Киров, Куйбышев, Гассиор. О значении новой политики надо было рассказать рабочему, крестьянину, солдату в масти своей еще неграмотному. Прошу слово, это не только стихи. Это иллюстрации не для графических украшений. Это протокольная запись труднейшего трехлетия, революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов. Тысячи окон роста и радовали мозолили глаза с проемов и витрин пустующих магазинов, клубных стен, вокзальных агитпунктов. Вместо разверстки налог. Разверстка отягчала крестьян чрезмерно. Это, товарищи, верно. Но если бы хлеба мы не разверстали, чем бы армию кормить стали? А без армии сожрал бы помещик крестьян вместе с продуктами и базарами. Сейчас опасностей на фронтах нет. Рабоче-крестьянское правительство издало декрет. Разверстка отменяется. Оборачивай, обменивай крестьянин муку, мясо и яйца. Но помни, и у рабочего, и у крестьянина общих интересов много. Чем расходы по просвещению покрыть? Расходы по государственным сооружениям и прочее только трудом рабочих. Только крестьянским налогом. Эй, товарищ! Чтоб ему не на кого было опираться, расширены по декрету права кооперации. Отныне в кооперации с расширенными правами может все покупаться вами. Этот декрет для помощи рабочих создан. Спекулянты его в свою сторону повернуть хотят. Да не бывать в РСФСР такому диву. Не спекулянту торговать, а кооперативу. Для возрождения экономической мощи страны Всероссийской конференции РКП следующие директивы даны. Конференция повторила снова и снова. Крупная национализированная промышленность наша основа. Но разрушенную ее не восстановить быстро. Без гвоздей, без лопат, без ремней заводов не выстроишь. Значит, только возродив промышленность мелкую, можно крупную возродить. Всем этим от кирпича до тарелки может нас кустарь набить. Идейные противники Ленина кричали НЭП это сдача позиций капитализму. Это гибель советской власти. Да, по сравнению с военным коммунизмом НЭП был некоторым отступлением. Государство разрешило свободную торговлю, в которой первое время преобладал частный капитал. На свет из щелей выползли частники, запестрели на улицах НЭП-манские витрины и вывески. Но новая экономическая политика была подчинена основной стратегической цели строительству социализма. В стремительном броске вперед, в период военного коммунизма, партия оторвалась от своих тылов. Необходимо было временно отступить, чтобы сплотиться на прочной экономической основе с крестьянством, перегруппировать силы и повести решительное наступление на капитализм. Пролетариат твердо держал власть в своих руках, твердо держал в своих руках транспорт и крупную промышленность. Постановлением Совета труда и обороны Волховстрой включен в разряд внеочередного строительства ввиду исключительной государственной важности работ по электрификации. На Волхове появился первый экскаватор. Истории принадлежит свет первых лампочек, зажженных Волковской гидростанцией. Но как найти водораздел между историей и современностью? На перекличку лет года 1921 и года 1967 выходят Волхов и Братск. Они неотделимы друг от друга. Гигант электрификации принял эстафету от ее первенца, вобрал его опыт, творческую и техническую мысль его инженеров, энтузиазм его строителей. Многие, может быть, и не знают, что в 1921 году советская власть организует в Голодном Козлове выставку опытов Мичурина. Это была смелая, дерзкая мысль в то тяжелое время создать поэму о земле, рассказать людям, что даст она в новом свободном мире. Маленькая выставка в Козлове и просторы ВДНХ. Как проложить грань между ними? Как отделить истоки от устья? Год 1967. Лаборатория научно-исследовательского института физиологии имени Павлова. Год 1921. Совет народных комиссаров постановляет поручить специальной комиссии в кратчайший срок создать наиболее благоприятные условия для обеспечения научной работы академика Павлова и его сотрудников. В числе пунктов постановления было записано предоставить академику Павлову и его жене специальный паёк, равный по калорийности двум академическим пайкам. 1921. 1967. Нет, нельзя отдать летопись страны Советов только историю. Каждый год из пятидесяти питает живительными соками, контролирует дыхание, проверяет пульс нашего сегодня, освещает наши достижения. В 1921-й пришла весна. В майские дни Москва выглядела особенно юной, жизнерадостной, бодрой. Мы наш, мы новый мир построили. Эти слова носились в воздухе, разливались по улицам и площадям, сияли улыбками на лицах. Мирный Первомай шёл по свободной советской земле. Он пел песни, сочинял стихи, кружил карусели и был так же юн, как сама страна. Мирный Первомай шёл по свободной советской земле. Для строительства социализма нужен мир. Партия понимала, необходимо создание благоприятных внешнеполитических условий. Ленин писал, нам всего дороже сохранение мира и полная возможность посвятить все силы восстановлению хозяйства. Мы завоевали себе условия, при которых можем существовать рядом с капиталистическими державами. Борьба советского правительства за укрепление международного положения нашего государства органично сочеталась с политической и экономической помощью народам угнетённых и зависимых стран. Сразу после Октябрьской революции советское правительство заявило о своём стремлении установить и развивать отношения с колониальными и независимыми странами на основе равноправия, признания независимости и взаимного уважения. Нарком по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин и чрезвычайный посол Ирана Машавер Оль-Мамелек подписали первый советский иранский договор, который помог Ирану защитить свою национальную независимость от посягательств империалистических держав. Советское правительство подтвердило в этом договоре, что все неравноправные трактаты, конвенции и соглашения между царской Россией и Ираном, ущемлявшие права и достоинства иранского народа, являются отмененными и утратившими силу. Два дня спустя, после подписания советско-иранского договора, Чичерин и чрезвычайный посол Афганистана Мухаммед Вальихан подписали договор об установлении дружественных отношений, именно дружественных. Свободный русский народ протягивал руку дружбы своему соседу, народу Афганистана. Вот что рассказывает о тех днях бывший посол Афганистана в нашей стране. Мы трижды встречались в Москве с его превосходительством Лениным. Один раз за подписание договора о дружбе и дважды после подписания договора. Наши переговоры касались укрепления отношений между нашими странами. Его превосходительство Лениным был большим ученым и великим вождем, то есть именно таким, каким он известен во всем мире. 16 марта в Москве состоялось подписание советско-турецкого договора о дружбе и братстве. Этот договор был первым признанием независимости и равноправия Турции, что явилось существенной поддержкой национально-освободительной борьбы турецкого народа во главе с Кемалем Ататюрком. В канун четвертой годовщины Октябрьской революции, 5 ноября 1921 года, Москва встречала делегацию народного правительства Монголии. В состав ее входил основатель Монгольской народной революционной партии и вождь монгольского народа Сухэ Батар, он справа. Подписывалось соглашение об установлении дружественных отношений с молодым монгольским государством. Это соглашение способствовало укреплению национальной независимости и росту международного авторитета Монголии. Но 1921 год был не только годом установления дружественных и равноправных отношений с соседними странами Востока. Он был годом прорыва дипломатической блокады советского государства. 16 марта выдающийся советский дипломат Красин подписал в Лондоне торговое соглашение, которое явилось первым соглашением молодой страны Советов с великой державой. Вслед за ним последовали соглашения с Германией, Норвегией, Австрией, Италией. 1921 год стал первым годом почти 20-летнего периода мирного сосуществования нашей страны с капиталистическими государствами. 23 июня в «Правде» опубликована статья «Стихийное бедствие». Бедствие, развозившееся над Россией, стихийное. Предвидеть его было нельзя, заранее предупредить невозможно. Но теперь, когда оно наступило и грозит уничтожить сотни и тысячи рабочих крестьян, тысячи интеллигенции, массы детей, теперь мы обязаны единодушным напряжением всех наших сил начать борьбу с голодом и эпидемией. Голод. Он пришел в Поволжье, на Кавказ, вместе с засухой и неурожаем. Бедствие охватило около 30 миллионов человек. И при этом в ЦИП создана Центральная комиссия помощи голодающим. Началась битва с голодом. «Я день и ночь в Поволжье вижу солому жующее, лежащее на соломе». Эти строки выстрадают Маяковский. А на завтра окна роста, вобрав в себя гнев и пафос поэта, будут обращаться к каждому. «Эй, товарищ, немедленно долго! Кавказ голодает, голодает Волга! Помните, крестьянству в течение года вот такой запас семян отдан. Посеяли крестьяне семена полученные, и идут из губернии вести благополучные. Пусть же крестьяне, которые с урожаем, помогут тем, кто голодом угрожаем. Голодает Кавказ, голодает Волга! Эй, торопись со взносом долго! Голод. Вы слышите его шаги. Это он оставил нам боль ленинского сердца. Она в обращении вождя к международному пролетариату. Те, кто испытал на себе всю жизнь гнет капиталы, поймут положение рабочих крестьян России, поймут или почувствуют инстинктом человека, трудящегося и эксплуатируемого, необходимость помочь Советской Республике, которой пришлось взять на себя благодарную, но тяжелую задачу свержения капитализма. Миллиард марок собрали рабочие всех стран. Международный комитет рабочей помощи закупил на эти средства и послал в Россию 20 тысяч тонн продовольствия и медикаментов. На передовых рубежах сражались с бедствием в России единство и солидарность международного пролетариата. Большую работу проводил Советский Красный Крест под руководством Наркомздрава Симашко. Битва с голодом продолжалась. 27 августа было подписано соглашение о помощи голодающим между РСПСР и Фритьёфом Нансеном, верховным комиссаром Женевской конференции общественных организаций. Деятельность выдающегося полярного исследователя и гражданина была высоко оценена советским народом. Нансен был избран почетным членом Моссовета. Битва продолжалась. И голод дрогнул. Величественная и торжественная, овеянная славой Красная площадь. Такой она была жарким летом 1921 года во время демонстрации трудящихся столицей и парада частей Красной Армии в честь Третьего Конгресса Коммунистического Интернационала. На Конгрессе присутствовали представители от ста трёх организаций. Из них 48 представляли коммунистические партии мира. Самыми крупными из них были Российская коммунистическая партия, в которую входило около 700 тысяч человек, Чехословацкая — 300 тысяч, Германская — 300 тысяч, Французская — 100 тысяч членов партии. В работе Конгресса принимали активные участия видные деятели мирового коммунистического движения Георгий Дмитров, Василь Каларов, Клара Цеткин, Поль Вайян-Кутилье и другие. Открытие Конгресса состоялось 22 июня в Большом Театре. Делавли и заседания Конгресса проходили в Андреевском зале Кремля. Владимир Ильич Ленин был избран почётным председателем Конгресса. Первого июля Ленин выступил в защиту тактики Коминтерны. Первая волна революции пошла на спад, а вторая ещё не поднялась, поэтому коммунисты в своей тактике должны учитывать это. Но левые догматики в коммунистических партиях, особенно в германской, проповедовали так называемую теорию наступления, согласно которой партия должна всегда придерживаться наступательной тактики, не считаясь тем, есть ли для революционного выступления необходимые предпосылки. Если Конгресс, говорил Ленин, не будет вести решительного наступления против таких ошибок, против таких левых глупостей, то всё движение осуждено на гибель, таково моё глубокое убеждение. По тактическим вопросам дискуссия была напряжённой, острой. При обсуждении вопросов тактики делегаты Конгресса были свидетелями одной интересной сцены. Ленин вошёл в зал и сразу же отправился к столу Президиума. Но мысль выступавшего заинтересовала Владимира Ильича. Не тратя времени на то, чтобы обойти колонну и попасть в Президиум, он присел на нижнюю ступеньку и быстро стал что-то записывать в свой блокнот. Этот момент сняли кинооператоры. Многие делегаты впервые видели, слышали Владимира Ильича, беседовали с ним на Конгрессе. Один из основателей французской компартии Поль Ваян Кутюрье писал, «Ленин интеллигент умел мыслить как рабочий. Ленин оратор говорил без пустых фраз и трескотни. Человек, потрясший весь мир, сохранил в себе удивительную способность чувствовать и мыслить как китайской кули, как носищик негр, как ленинградский металлист, как парижский текстильщик. Ленин — это тип нового человека. Он является для нас правообразом будущего». 5 июля Ленин выступил на Конгрессе с докладом о переходе к новой экономической политике в Советской Республике. «Не подлежит сомнению, вспоминал позднее Василь Каларов, что Ленин был тогда целиком поглощен проведением новой экономической политики. Но это не помешало ему удержать в своих крепких руках руль Коминтерна и вести его по верному пути в один из серьезнейших и ответственных моментов развития мировой революции. 12 июля Третий Конгресс Коминтерна закончил работу. Тактика Единого фронта, намеченная Лениным, сыграла огромную роль в развитии международного коммунистического движения. Субтитры создавал DimaTorzok Одновременно с Третьим Конгрессом Коминтерна в Москве работала Вторая международная женская конференция. В Коминтерне работу среди женщин возглавляла Клара Цеткин. Конференция приняла тезисы, составленные при участии Ленина. Для участников Конгресса в цирке на немецком языке была поставлена мистерия Буф Маяковского. Это наша великая революция, сгущенная стихом и театральным действием. Стих мистерии Буф это лозунги митинга, выкрики улиц, язык газеты. Действия мистерии Буф это движение толпы, столкновение классов, борьба и день. 1921. Как увидеть тебя сегодня, представить себе твое лицо, твой профиль и, если хочешь, твой характер? Ведь ты отражен и в масштабе эпохи и в масштабе дня. Думал ли ты о том, что в далеком 67-м будут восстанавливать каждый кадр, запечатлевший твой день, твой час, твои минуты? Документы, фотографии, кинохроника это протокольная запись года. Да, это ты с твоими улицами, с твоей молодежью, у которой в портфеле букваре голодный паёк, с твоими шинелями, оставшимися в наследство от гражданской войны. Это ты с твоими лозунгами и призывами. Образ года. Он станет ярче, полнее, если настроить камертон 21-го на искусство. Пришла революция и сказала театру, театр, ты мне нужен, ты мне нужен как помощник, как прожектор, как советник. Я на твоей сцене хочу видеть моих друзей и моих врагов. Я хочу видеть их хвалочью. Пусти в ход все краски твоей палитры, все инструменты твоего большого оркестра и помоги мне познать и почувствовать мир и меня самое. Мне нужна интенсивнейшая внутренняя жизнь для того, чтобы плодотворней был труд мой на земле, моя война за счастье. На смуглой ладони площадей мы каждый день расплёскиваем души, мы каждый день выходим солнце слушать. на смуглой ладони площадей вслушайтесь в ритмы двадцать первого. Всмотритесь в его полотна, остановитесь перед профилем, высеченным в камне. запомните героев первого советского полнометражного художественного фильма «Серп и молот», которые создавали люди, влюбленные в революцию, сами недавние участники гражданской войны. Роль Андрея Краснова, красноармейца-вальшевика, первого положительного героя в советском кинематографе, сыграл семнат будовкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Остановитесь перед этими плакатами и улыбнитесь, ведь право наш голодный год не был лишен чувства юмора. И снова обратитесь к документам юной страны. Ей не чужды никакие человеческие эмоции, ни радость праздников, ни жажда познания. Она стремительно обновляет свои слова и понятия, и главное среди них новое, первое. Первые громкоговорители на площадях Москвы. первые советские марки. Новые денежные знаки. Вместо слов разрушен, остановлен, все чаще появляются слова «обошел в строй», дал первую продукцию. Московский завод «Динамо», обувная фабрика «Скоропод», луганский напилочный завод. С радостью взялись за обвойные молотки, соскучившиеся по работе натруженные шахтерские руки. Шахтеры Украины выдали первый уголь. После долгого умолчания забили нефтяные скважины в баку. Ашхабадский стекольный завод, один из промышленных первенцев октября, выдал свою первую продукцию. Зерна будущего брошенной революции уже прорастают на разоренной земле. Это первые всходы нашего сегодня. Первая электрическая лампочка в селе Горки. Первый план строительства радиопередающей и радиопринимающей сети РСФСР. Первый законодательный акт в области воздушного транспорта и воздушного права. Первая пассивная после введения продналога. Они были первыми. Из 67-го ювелирного и нового года октября мы с любовью вспоминаем вас, первенцы советской страны. Первенцы, ставшие сегодня ветеранами. На Девятом съезде Советов Владимир Ильич подводил итоги года. Как ни был тяжел 1921 год, какие исключительные тяжести не обрушивались на рабочие и крестьянские глаз, все же мы поднимаемся, мы стоим на верном пути и, напрягая все силы, мы можем надеяться, что подъем станет еще выше. Год 1921. Если посмотреть на него глазами печали, это тревожный год. Его потрясают грозные события. Он встает из недр истории, из шеренги годов в крови гражданской войны, в муках голода, в разрухе, в залпах фронштадтского литежа. Если посмотреть на него глазами радости, это светлый год. К концу шла гражданская война, шло наступление на голод и разруху. Была прорвана дипломатическая блокада советского государства. Появились первые приметы восстановления страны. Как назвать тебя 1921? Как назвать тебя год, который родилась гениальная мысль вождя, одна из самых смелых идей истории, идея новой экономической политики? Вы слышали суровую мелодию 1921 года, возвестившую миру о силе, мужестве, о здоровой крови, о большом сердце страны Совета, о ее будущем. Здравствуй, год 1921. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok